На автосалоне в Санкт-Петербурге представили главный приз национальной премии «Автогода» «Фольксваген Гольф седьмого поколения». Именно он в комплекте с шинами «Континенталь» достанется счастливчику, выбранному случайным образом из тех, кто принимал участие в голосовании за лучшие автомобили года в разных номинациях. Автомобиль года выставил главный приз и возможность принять участие в голосовании, потому что идет последняя неделя голосования. Уважаемые зрители, до 14 апреля мы принимаем ваши голоса. И помните, что каждый проголосовавший имеет возможность стать обладателем главного приза «Фольксваген Гольф». А доехал он в северную столицу в компании «Собратьев», что дало возможность собрать у входа выставки все поколения легендарной модели. Автопробег от Москвы до Санкт-Петербурга по трассе М11 приурочили к 45-летнему юбилею модели «Фольксваген Гольф». На автосалоне в Петербурге «Лада» выставила уже знакомый нам прототип будущей «Нивы». Концепт-кар «Лада 4х4 Vision» был главным героем московского автосалона в прошлом году. Однако за 7 месяцев проект нигде не засветился, и у посетителей выставки была редкая возможность познакомиться с ним воочию. И нужно отметить, концепт был оценен по достоинству. Он получил диплом как самый лучший автомобиль петербургского автосалона. Этот диплом очень важен, так как в роли жюри выступили сами гости автосалона, и люди выбирали самый красивый автомобиль выставки. Я очень горжусь этой победой. Облик будущей «Нивы», то есть «Лады 4х4», в целом уже утвержден. Машина разделит модернизированную платформу «Би-0» с кроссовером «Рено Аркана» и следующим поколением «Дастера». А главная интрига – это трансмиссия. Разрешат ли «Вазосам» разработать настоящую внедорожную трансмиссию с понижающим рядом, или же придется использовать французскую систему с муфтой подключения задней оси.